ДИАЛОГ 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 Совсем, как бы, такую, может, не совсем популярную вещь, но когда мы принимаем законы, когда в Верховной Раде есть своя работа, но люди хотят, вот когда встречаются, они хотят улучшений уже сегодня. И трудно им объяснить, что мы на той неделе или месяц назад приняли закон, который через год, через полгода, через два года, он улучшит вашу жизнь. То есть сегодня люди хотят видеть то, что происходит уже сегодня. Люди некоторые доведены, скажем так, некоторые доведены и до отчаяния. Поэтому приходится за сущи в рукава пытаться помочь и сделать что-то хорошее уже сегодня. Поэтому мною и моими соратниками, коллегами был создан благотворительный фонд, который называется «С добром к людям», который работает по разным направлениям. И мы осуществляем помощь людям ежедневно. И даже когда я нахожусь в Киеве в сессионную неделю, то мои помощники, это и Валентин Иванович Заруба, это и Сергей Константинович Любимов, они работают у меня на округе с утра и иногда и до ночи. Этот фонд, можно с ним ознакомиться, есть такой сайт «С добром к людям», можно зайти и посмотреть на то, чем мы занимаемся. В него входит и программа по оздоровлению детей, занимаемся детьми, по поддержке людей пожилого возраста и многие другие направления, которые мы охватываем. Один из примеров, это могу привести, например, есть в Терновке семья такая, Зинаида Ахрименко, которой мы помогаем на протяжении нескольких лет. У них четверо деток, и мы приобрели для старших детей компьютер еще года полтора назад для поступления, чтобы они занимались в ВУЗ. У них небольшой такой домик, покупаем уголь, покупаем там, в общем, пытаемся на протяжении длительного времени помогать всем, чем можем. Но это один из примеров. Примеров таких много. Это и села, это и село Шевченково, когда там находится дом, если так можно сказать, престарелых. Тоже туда постоянно приезжаем и чем можем, помогаем. Сегодня мы, не сегодня, недели две назад мы получили гуманитарную помощь, и сегодня мы налаживаем работу, чтобы самым малообеспеченным людям все-таки помогать, чем можем. Поэтому фонд, он еще молодой, но я на него возлагаю большие надежды. И если кто-то хочет присоединиться, то как бы велком, мы как бы всегда рады тем людям, которые готовы нам помочь. А помощь нам нужна только с тем, чтобы, может быть, подсказали, кто нуждается, и как бы мы с удовольствием будем этим людям помогать. Это что касается вот таких мероприятий. Это конкретная, конечно, помощь людям, потому что, ну, люди за 25 лет, наверное, устали от обещаний и ждать чего-то. Сто процентов. И сегодня говорить о том, что завтра им будет лучше, ну, жизнь-то, она же не останавливается. Люди хотят жизнь уже сегодня. Поэтому все, что от нас зависит, мы пытаемся делать. Хотя, конечно же, хотелось очень бы сделать уже сегодня, чтобы сегодня все были счастливы, но так, наверное, в этой жизни не бывает. Да, это, к сожалению, только чудо и в сказке. Но, во всяком случае, кое-что удается. Я знаю, что вы занимаетесь судостроением очень плотно. Вот выступал коллектив завода 61-го коммунара против руководителя предприятия Петрова. Все-таки было принято решение о его отставке. Как вы видите в дальнейшем развитии этого предприятия? Чем вы можете им помочь? Вы знаете, помочь можно. 61-й завод, это, вы знаете, вообще, если брать историю, то если бы не было завода 61-го коммунара, то, наверное, не было бы не наверное, а точно не было бы города Николаева. Когда в 1787 году был указ, чтобы там на этом месте была веревь, то потом начали приезжать люди, и на этом месте тогда было поселение. И дальше уже вокруг этого завода начал развиваться и строиться наш город Николаев. Ну и потом, понятно, что спуск в 1789, это день рождения нашего города, Святой Николай, и с этого года отчитывается наша история. Поэтому, что хочу сказать, что к большому сожалению на то, чтобы уволить такого горе-руководителя, как Федор Петров, у меня ушло около полтора года. Это очень большой срок. 61-й завод находится на моем округе. И я непосредственно занимался этой проблемой. Я более восьми раз встречался, я уже не помню, когда восьмой раз встретился, потом еще уже девять или десять раз с руководителем Укроборонпрома. Я ему указывал на те все недостатки, которые творятся на нашем заводе. Мало того, я до сих пор не понимаю, как человек, не имея профильного образования, если я не ошибаюсь, у него там образование строительное сельхозобъектов. То есть он по образованию строитель мог выиграть конкурс и стать директором такого предприятия. Поэтому встречался со всеми, писал письма во все инстанции. Вы знаете, я уже иногда, если честно, немного опускались руки, у меня была последняя надежда, думаю, запишусь на встречу с президентом, уже если президент меня не поддержит, тогда уже идти как бы некуда. Встречался с трудовым коллективом, встречался с профсоюзами. И добились того, что все-таки этот горе-руководитель был уволен. Там, на этом заводе есть масса проблем, но все, ну как все, то есть если работать над этими проблемами, то постепенно все можно решить. Есть задолженность по заработной плате, которую нужно погасить. Есть, стоит у нас крейсер «Украина», который на протяжении двух лет, вот последние два года, не заключен договор с Министерством обороны на его обслуживание. Если не обслуживать этот крейсер, то, соответственно, он придет в негодность. Поэтому договор не заключен. Встречался с замминистра обороны. И разговаривал на эту тему, есть у нас определенная договоренность, я очень надеюсь, что этот договор будет заключен, и людям будет выплачена задолженность по заработной плате именно за этот объект. И сегодня назначен новый руководитель Андрей «Не стреляй», если я не ошибаюсь, фамилия, да, с которым я планирую встретиться в ближайшие дни и просто посмотреть, и чтобы он мне рассказал о тех планах и задачах, которые он видит. Если я увижу, что этот человек действительно заинтересован в развитии этого предприятия, значит, я всегда подставлю плечо и на любом уровне буду отстаивать его. Если же, давайте остановимся на том, что я все-таки надеюсь, что этот руководитель будет работать на позитиве, потому что негатива было достаточно. И мне, хочу сказать, очень жаль, что на такие, на мой взгляд, элементарные вещи, чтобы убрать человека, который не соответствует своей должности, ушло полтора года. Это неприемливо. Удивительная позиция чиновников, действительно, если выступает и трудовой коллектив против. В общем-то, там очень действительно сильный профсоюзный комитет на этом заводе. Нужно дать должное, что люди принципиальные, выходили неоднократно и под стены администрации. И тем не менее полтора года это все делается. Я впервые, наверное, ну может быть, впервые встречался, когда люди выходили на акции протеста не с требованием повысить зарплаты или погасить задолженность. У них было одно требование – увольте этого руководителя. То есть, и тем не менее, наверху не слышали. Этот концерн Укроборонпром, короче, можно много о нем говорить, но я вам рассказал те факты, я встречался, но вышел, уже встречаться не было с кем. Поэтому добился и, слава Богу, есть сегодня надежда. Да, ну будем надеяться, что все дальше будет все-таки, все будет хорошо. Ну у нас самое молодое Николаевское предприятие, судостроительное, завод «Океан», там тоже свои проблемы. Новинский, это уже, не знаю, бывший или нынешний его владелец, уже он вроде бы где-то за границей. Я не знаю, вернулся он с Афона или нет, я не смотрел. Ну, в связи с тем, что прокуратура требует снятия депутатской неприкосновенности, пока, по-моему, его в стране нет. Он уехал и возвращался. Он обещал вернуться. Обещал вернуться, он улетел, он обещал вернуться. Ну, последнее было интервью, что он должен был сегодня или вчера прилететь, я не отслеживал его передвижение. Действительно, Новинский один из основных там был акционеров и в свое время, я вам скажу, на меня еще, как бы, если вы читали, было вылито одним из интернет-изданий, немного грязи о том, что я вроде бы не читали. К счастью, не читал. К счастью, не читал. Да, немного грязи о том, что я завел туда и был рейдером завода «Океан». Это не соответствует действительности, я подал на эту статью в суд о защите чести и достоинства с суммой символической 2 гривны, хотя потом был заголовок, вот Желобецкий оценил свою честь и достоинство в 2 гривны, но у меня же не цель заработать на этом деньги, а цель просто доказать, что это неправда. Поэтому я надеюсь на справедливое решение суда. С одной стороны, что касается Новинского, то в свое время этот завод был загнан в долги и именно компания Новинского продала фиктивные, я бы их назвал такие фантики, ценные бумаги на сумму полтора миллиарда гривен. Поэтому они являлись на тот момент и на сегодняшний основным кредитором. Также была там другая компания, которая также через финансовые махинации сегодня, там была сумма продажи ценных бумаг на сумму 600 миллионов. Сегодня завод находится, а потом еще было для меня непонятное решение Печерского суда, которое говорило, что по сотой статье КПК передали на ответственное хранение российской компании, которая и сегодня, вроде бы, должна отвечать за то, за сохранение оборудования, которое есть на этом заводе. Я написал по этому поводу несколько депутатских обращений. Очень надеюсь, что в ближайшее время это решение суда будет отменено. Тогда будет произведен процесс санации и нужно искать нового собственника, чтобы сохранить судостроение. По моим расчетам это займет 2-3 месяца. И тогда, когда мы очистим завод от этих людей, которые загнали его в эту задолженность, значит, тогда будем говорить о инвесторе, который зайдет на этот завод. И мое, не то что убеждение, а мое, скажем так, кредит, это чтобы обязательно сохранить целевое назначение, то есть судостроение, судоремонт. Это в первую очередь. Может быть, там рядом будет какой-то бизнес, но это уже второстепенно. Все-таки этот завод, на мой взгляд, который имеет самую большую перспективу, он самый молодой. И у этого завода есть все шансы, чтобы все-таки на нем ремонтировать и строить корабли. Поэтому очень на это надеюсь и приложу к этому максимум усилий. У нас, в общем-то, и законодательная база, все-таки существующая, позволяет поддержать судостроение. У нас есть и закон о поддержке судостроения, не отменен. У нас есть и закон о специальной экономической зоне Николаев, он же не отменен, он приостановлен в свое время, был правительством Тимошенко. Абсолютно правильно. Этот закон был приостановлен при правительстве Тимошенко. Мотивация была то, что, используя этот закон, растамаживали, начиная от окорочков и многое другое. Но если власть не может навести порядок, то это же не значит, что нужно отменять закон. Поэтому можно работать и над законодательной базой, и в этом направлении есть определенные договоренности, и мы понимаем, что делать. Но нужно понимать, для кого ты это делаешь. Если сегодня вернуться для Петрова, то я не вижу для этого смысла. Для кого писать закон. Если писать под завод «Океан», то давайте наведем порядок, и тогда будем говорить и о льготах, и о специальной экономической зоне, или о каких-то моментах, которые бы смогли возродить судостроение. То есть судостроение – это что? Это нужно долгосрочные кредиты под гарантии, наверное, государства, потому что без кредитования очень трудно что-то сделать именно в судостроении. А вы же поймите, если сегодня начать и возродить судостроение, то мы сразу охватим очень многие отрасли, которые будут рядом. Все-таки Николаев всегда и во все годы ассоциировался во всем мире, как это город Корабелов. Есть шанс сегодня все-таки это название возродить. Я в это очень надеюсь и верю. На этой оптимистической ноте мы завершим сегодняшнюю нашу программу. Я очень надеюсь видеть вас еще в нашей студии. Большое спасибо, что вы нашли время, все-таки выкроили, встречаясь с вашими избирателями, побывать у нас на марте. Спасибо вам. Приходите к нам еще, а нашим телезрителям. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был народный депутат Украины Александр Жалобецкий. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»